И вот презентацию я показываю докторам превентивной медицины, только она полтора дня. Я ее тут сократил максимально до, как мог, может быть, до часа или чуть больше. Мы сегодня поговорим о мониторинге воспаления, о том, что не теоретически мы можем сделать, в исследовательской работе, пойти в лабораторию, заказать, и через недержимость будет анализ на столе. И как это стыкуется с симптоматикой, как это стыкуется с тем, что происходит с пациентом под МСВ. Мы, конечно, поговорим о воспроизведении как об актуальном факторе старения, немного из теоретических, но из практических позиций. И поговорим о пяти главных таких ипостасях воспаления в организме, откуда берется воспалительный сигналин, который долетает от центральной нервной системы, создавая эффекты, в том числе старения и до эндотелия. И разберем вот пять этих таких путей, то, что мы находим у пациента, посматривая и обследуем. Ну понятно, что мы знаем, что это воспаление, да. У меня есть мышка. А, да, отлично. То есть, вот статистика, от чего погибают люди в мире, в церкви наши, в болезнях сердца и кровообращения, воспаление есть. Ну да, мы знаем эндотариальное воспаление, такое же присутствие. В онкологии есть воспаление. Да, мы знаем, что воспаление работает как один из путей промоции. Респиратурные заболевания, мы же подавно почти все из воспаления состоит нервная система, там, нейровоспаление. То есть, воспаление, вот, это, более чем половина всего, что приводит людей, или приводит людей на пациент. Говорим немножко о материальной части, такого, борца с воспалением. Мы знаем, что воспаление, так, ну, процесс из трех шагов. Альтерация, когда он запускается чем-то или кем-то, своими антигенами, или же чужеродным чем-то, механической травмой, холодном, ионизирующем излучении. Иксудация, когда процесс разгорается. И вот такая основная рабочая часть. А потом завершается пролиферация. И эта пролиферация, это такая палка в двух концах, которая, с одной стороны, приводит к заживлению, а с другой стороны, например, приводит к каким-то гипертонетическим процессам, ну, помогает опухолям завоевать себе пространство и право на жизнь. Какой диагноз? Мы знаем, что воспаление, оно бывает разной продолжительностью. Острое, подостное, хроническое. Наверное, даже нет смысла на этом останавливаться. Самое главное для нас в антивозрастном лице, не о том, что оно может быть местное, а может быть системное. Когда мы видим системное проявление воспаления субклинические, что с пациентом что-то такое происходит, он такой какой-то весь немножко воспалительный, а ничего конкретного он не находит. Может быть, не знаем, где искать. Понятно, что любое воспаление построено, в том числе, иногда и в первую очередь, на сигналах, сигналах с рецептами, транслируя сигналы в клетки, что организм играет на этих рецепторах не одним пальчиком, а пряменьким, а кордами. В клинике мы используем, мониторим ряда провоспалительных маркеров, цепаткиленных, например, ну и классических маркеров воспалений, к которым привык. Ну, условная тема, конечно, цепаткиленные семейства по разному принципу. Но у нас в основном, все-таки, в клинике мы видим, что и что можем пойти в лабораторию сказать, антроликины шестой, восьмой, первый B, фактор микрозоокухоли. Я ориентируясь на эти четыре цепаткина, многое понимать, что с пациентом происходит прямо сейчас. Ну, а также ориентироваться на локальные маркеры воспалений, как, например, фекальные маркеры воспалений, тоже алифодинамистрепсин. Да, живет пациент с кишечной потерей иголка, никто же не знает. Воспалительные сигналы идут из тонкого кишечника, бурные достаточно. Площадь отражения огромная. Слезет тонкий кишок. Площадь большая. Мы знаем, что эти классические пути воспаления, вот они здесь и есть. Они активируются гендритными клетками для макрофагами. И вот здесь и происходит с помощью сигнальной передачи сигнала из системы враждения. Вы видите, это при антитерной. Сформирование макрофагов в памяти антител. И понятно, что антитела есть не только к патогенам. Возьмем анализ, сделаем антитела к антигенам щитовидной железы. Мы видим, что там есть нормальный коридор. И это норма. То есть, антитела к своим должны быть. Просто они должны быть. Соответственно, как любое воспаление, ограничено по времени, по пространству. Когда их совсем нет, это тоже тревожно. Потому как тут, как тут. Пролиферативный процесс, который не будет, который для нашей иммунной системы. Мы знаем, что цитокины, которые измеряемые, мы думаем, что они принадлежат только иммунной системе. Они принадлежат не только иммунной системе. Есть рецепторы и нейронов, и в преликломатозных органах, и в полых органах тоже. И самый простой пример, если цитокинов органы, я люблю приводить, когда мы с вами заболеваем гриппом, еще никакое горло не воспалилось в первые часы продромов, нет гипереминия, нет локального воспаления. Есть только цитокиновая такая буря, и мы чувствуем, что мышца ломит, болевые пороги и палят. Свет раздражает, звуки гулкие, неприятно, хочется закрыться, спрятаться, усталость, голова никакая. То есть, снизились чувствительные пороги. И мы, когда видим пациентов с хроническим воспалением, у них и многие чувствительные пороги снижены. Это шум в ушах, звук раздражает, бабушка, что вы шумеете тут? Начинаешь осматривать, а у бабушки еще и мышечная боль, вот такая, какая при гриппе. У нас бывает только она не 3 часа продроме гриппа, она не 3 года, 13 лет последних. Вот эти системные явления воспалительные, такие вот лайтовые, которые можно увидеть только при осмотре руками, нащупать потом уже на эти лабораторные данные, они, конечно, должны быть интересом, должны быть объектом внимания доктора приведения на лице. Мы знаем, что умеет распознавать системы врожденного иммунитета, такие вещи, как паттерны потогенности. Когда попадает к нам патоген, которому еще нет ни клеток памяти, ни антитела, так понятно, что ему попадает. Да, на поверхности его техзак, где есть молекулярные паттерны, которые иммунитет система, умеет распознавать просто потому, что она это умеет. Так оно генетически устроено. Но оказывается, что и наши антигены тоже могут распознаваться такими же тол-лайк рецепторами распознавания паттернов таги АНСД. Например, это могут быть фрагменты погибших клеток, митохондрии и фрагменты наша собственная ДНК или фрагменты. То есть можно запускать воспаление. И надо понимать, что чем более ограничен и подконтролен процесс ответа на свои собственные антибиеты, тем, соответственно, более мы можем контролировать воспаление, которое возникает в ходе развития различных возрастных изменений. Мало того, мы с вами знаем, что паттерны патогенности чужие. Чем активнее они ребенку в детстве предъявлялись, правила соотношения, понимаете, это же не те паттерны патогенности, которые мы приносим на ботинках из лифта или из подъезда, а те паттерны патогенности, которые человек должен в природе встречать. Когда ребенку вовремя предъявлялись, оказывается, всю последующую жизнь иммунная система на них и на свои собственные реагирует более адекватно. А если ребенок наголодался в плане паттерна патогенности на первом-втором году жизни, не предъявлялись они в правильном сочетании, он оказывается более склонен к аутоиммунной патологии или к аллергии. Мы знаем, что иммунная система может распознавать болея пулы 1-2 класса гистовыми семьями, специфировать и внутренние пулы, подкарать, то есть служебность и удостоверения уже для клеток, которые могут осуществлять иммунные полицейские функции. Это тоже один из механизмов контроля и управления над системой востворения. Вот, например, ТЭЦ. Видите, да? Антитела, как считаю, в железе поднамбулец и биотигенов повышены, но и нормальный коридор, вот он уже 30-ти, что не будет воспаления, нет и не будет. Хотя антитела есть. Все-таки это связано с тем, что свое и чужое, даже при наличии антиктивов по антигенам, конечно, организм не исчезает. Мы также берем такими понятиями клиники, как физиологическое воспаление, которое адекватно угрозе и ограничено во время пространства, ограничено необходимости, да? Вот это патологическое воспаление, когда оно угрозе неадекватно, не останавливается вовремя, и, соответственно, может разнести то, что разнести не должно. Например, инфект, который создает эффект полипланетной активации, уже давно инфекция реминирована, а какой-нибудь антитректолизин продолжает выделяться и перекрестно реагирует с аутоантигенами, обрывая массу нежелательных эффектов, которые мы обязательно в симптоматике увидим и что-нибудь порушим. Индотель или инфекция, который будет проводить триггером энерогенеративной каталогии. По логическому воспалению его можно увидеть, да? Это повышение какого-то из антиктивов, в котором участвует, первой, шестой фактор диктозы опухоли, реже восьмой. И если мы начнем мониторировать противовоспалительные цитаты не вполне возможно, они, кажется, в дефицит. Но вот их нам в лаборатории особенно предлагают, и вы очень-очень-очень задороги. Надо сказать, что воспаление, оно присутствует всегда. Мы не живем без попыток нас как-то съесть, отщепнуть от нас маленький кусочек через гладку, но мы 24 часа в сутки на угрозы отмечаем. Этот процесс штатно идет. Если барьерная ткань сохранна, если это не требует каких-то грубых воспалительных ответов со стороны иммунной системы, это норма. Покупая укропчик на рынке, мою его под краном, уже не смываем все яйца, глисток, наша иммунная система вполне спокойно с этим глисток не справляется. Если мы возьмем что-то, сделаем совсем-совсем. Человек, я не очень, наверное, рассказал, мы увидим там фагменты, погибших, маленьких, мелких особых, так же самым нематод практически у всех. Они не достигают половой зрелости, они погибли, потому что у человека системы и внутри кишечный иммунитет, кишечной стенки справились. Но вот если штатным путем ответ не идет и требуются какие-то реакции, гиперчувствительность или что-то возникает, и иммунная система сейчас не может ответить в штатном режиме, не может ответить только вне штатном, вот тогда мы видим какое-то психологическое воспаление для тяжелых жизнеогражающих реакций. Вдруг что-то произошло. Но на самом деле не очень вдруг. Жил был себе человек и, например, злоупотреблял углеводами. И в кишках у него был излученный хул, например, тоже подобный грибок. И на завтрак, обед и ужин иммунная система, где был кишечник, убивать эти самые грибы и калины, ничего особенного явителя. Просто кишечник у него был болезненный. И текальные маркеры воспаления почему-то были. Потом этот человек заболел, какую-нибудь перескратленную инфекцию, он сделал вакцину. И вот на этот уже готовый пирог воспаления, уже сверху вишенка вакцины. И иммунная система сказала, знаете что, ребята, я жила с повышенным уровнем микровоспалительных цитофинов, жила вам с несколькими источниками воспаления, ровняющая вакцина. И возникает грубая такая реакция гибер-четырести на вакцину. Вакцина плохая? Да нет, просто, наверное, надо было человек промониторить на маркеры воспаления, прежде чем что-то ему еще объявляет. Вот такой вот пример жизни. Такие конкретно мы видим в клинике, в осмахе, в рутине, аспекты воспаления, в контексте воспаления. Где только там рвется коллегия, есть эти работы, что много. Два основных момента – это генетика и воспаления. Это основа для воспаления и отработки родителей. Здесь много работ по антидротной медицине, про воспаления и предупреждения неропластической патологии. Воспаления, а не длина целомеров, на самом деле является комплектом успешной стратегии антидротной защиты пациента. В контексте антидротической медицины понятно, что мы имеем такой вот чуть большой круг всего, за чем можно и нужно присматривать. Сопровождая такой пациент. Воспаление – это процесс, поэтому вообще ничего мне нравится. В первых, такие комплекты опухоли, заберем инерогенеративные, и инсулинорезистентность диабета и ожирение. Покажу сегодня, как работает. Охронические заболевания легкие. В элеверном продолжительной жизни, конечно. Покажу вам сегодня такую пациентку. Пустовопласт, пустовопласты нам отзываются над цитокиновый сигналинг. Конечно, чем мощнее цитокиновый сигналинг, тем быстрее пустовопласты нам делает пустыры, то есть, что форос бежит быстрее, а может быть, ну или нет. Аутоиммунные заболевания. Мы часто говорим, что не все наши пациенты с чертами аутоиммунных заболеваний, собственно, эти заболевания не имеют. У нас же есть критерии, болезнь метрованных критерий системы красной ручянки. Хазни человека с пяти критерий имеют два. Они, ну что, не вызывают воспаление? Да, вызывают, конечно. Не нужно никакого тяжелого лечения фастандарта, но помощь-то ему все равно требуется. Например, классический специалист в ревматологии, такой человек с неполной активной системой красной ручянки, помощь получает не вывод. Это не значит, что она не нужна. Ну и, конечно, медитариальное воспаление совсем не будет. Тоже. Ее маркеры воспаления. Что мы можем пойти заказать в лаборатории, чем пользуемся прочим практике. Что-нибудь доступным. Ну понятно, рутинные маркеры – это, вообще, крови, ссори, уровень антител, белковую практику, это, как и циректина дилотная. Это базы, с которой мы живем, это понятно. Белковую практику можно, но, чем посмотреть. Хотя дедовский способ, он дешев, он удобен, и не он принес голод. И у каждого доктора в нашей клинике какая-то табличка есть. При какой картине, про пиринограмму, что искать. На самом деле массу пациентам, массу денег пациентам сохраняет. Сразу понятно, куда манять тебе, а куда не манять. Потому что такими, наверное, делают два руки. Ну, именно на классике, если он разговаривается. Незаслужен такой рутинный маркер антиспектролизин. Понятно, что мы его помним как такой маркер классического, ревматизма. Но, на самом-то деле, масса пациентов имеют не тысячи единиц этого антиспектролизина. Ну, 500, ну, 300. 450. Но, оказывается, даже не вызывая бурную картину ревматизма, антиспектролизин влияет на антилекстротокопы, влияет на самочувствие. У детей, например, это он называет сейчас состояние исходное с амптистическим расстройством, например, с неполной картиной, или с СДВГ. Но чаще всего вызывает это называемый панг. Это педиатрическое расстройство, ассоциированное со строкопом. Когда ребенок возбудил, как могут быть, тики, тяжелые нарушения сна и нашему поведению. И ни за что этот ребенок у нас не будет отдаваться терапией психиатра, пока, ну, не снизимом уровне инспекторизина. Оказывается, что психиатр назначает свою терапию, приходит в какой-нибудь там залог связываться по адресу с тиротонилами рецепторами, а на рецепторах висят антитела, и связаться он не может, а повышенные эффекты вызывает, а терапевтических почему-то нет. Показывается, что у многих наших пациентов, которые быстро стареют, у них возникают ранние гипертонии, ранний диабет, легкие, маленькие, скомпирующие иммунные комплексы, а также высокие, средние и большие в порядке. Начинаем искать и находим обязательно, откуда они прибежали, в подкидыванный цикл, где источник воспаления. Он обычно где-то локальный, где. Ну или это такое системное забоевание синхронов гипертонии. Возникает физом-ротель и загематомисфорический варьер тоже. Вот такой цикл можно посмотреть. Видите, большие в порядке, средние и малые в повышении. Комплименты. 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 Мы обычно смотрим, смотрите, это человек. И могут быть состояния, связанные с тем, что комплимент не низкий за счет повышенного расхода. А может быть, комплимент низкий, потому что это врожденный недостаточность комплимента. И тогда, да, он, может быть, в детстве чаще болел, в одолжном состоянии меньше, но все равно низкий комплимент – это предпосылка для, во-первых, избыточной бактериальной контоминации открытых средств от кишечника, с последующими уже, с последующими гиперактивацией в других механизмах иммунного атлета. Это, конечно, со склонностью к поликлональной активации на бактериальную инфекцию и к различным состояниям неконтролируемого воспаления. Также проблема с системой комплимента часто приводит пациента к проблеме с высоким уровнем, как раз, с актулирующим иммунных комплексов, которые возникают в излично толичные. И первое, что они делают, они, конечно, приоритцы хондотели, вызывают адгезию, со всеми неприятными моментами видят более агрессивного течения осина, простите, атеросклероза и кондакториальные дисциплины. Тут по кукуляции имплоцитов можно посмотреть и увидеть, что да, человек ходит с каким-то таким вот дисбалансом, вроде иммунологи на это обычно не смотрят. И вот, например, туда ничего особенного, если у меня кто-то прям другую воспалительную патологию. Какие они нет? Но время ждет, воспаление работает, и пациент наше здоровье теряет и будет жизнью успеет. Вот, например, сейчас мы находимся в доле бы одной лимфоцитков, в общем, в одной клетке, это такие хим-то лимфоцитки, которые, выходя из красного почвенного мозга, проходят проверку на предмет паутореактивности. Ну, у них есть свойства, у них есть свойства химотаксиса, они быстро бегут в пациентские слои и стоят там на фильтре на входе, как в ходе рубеж обороны, и выделяют они сладости низкоспецифичные, которые могут связываться и со своим, и с чужим, когда возникает как раз какой-нибудь трудноконтролированный воспалительный процесс на слизистых где-нибудь, особенно в том пешках, в выделении лимфоцитов, в систему правотокисняется больше, соответственно, аллотареактивность с ними связана, становится выше, потому что они низкоспецифичнее. И часто мы видим, что как раз у этих пациентов возникает хроническая скелетно-мурченная боль и более агрессивное течение артрозов, особенно там, где воспаление течет где-нибудь в связи с, ну, течет по полу, как это выглядит сегодня, сигмовидные кишки. Мы видим, что быстрее течет артроз левого позадырного левого колена в тех же системе тех же углов. Больше восходящий опадочный тышка оказывается аналогичная история с правой. Действительно, если мы сделаем артроз или в зиму, мы увидим, почему-то с Викнаххян чем-то интеллектрировано, что есть воспаление в точках соединения, ну, с костями в интервете. Даже радикулярный отец глупщиков и вещества там больше. Ну, и, конечно, наши любимые интерлекины, которые достаточно чувствительны, если они повышены в моменте, сегодня человек приболел маслом, он, конечно, не подскочит. Но они не могут быть повышенными месяцами, перегадами. Это интерлекин первый, который имеет отношения к нейтропинам в том, что, например, в ВП, ну, великие белка, амостра и фазы, а также стимулирует продукцию в ВП, то и часто приближается температура тела. Когда в парадроме легкарадка, это когда с интерлекин первым сделаем. Шестой. В общем, такой динвенциональный уровень от 0 до 7 пикограмм миллилитров, в моменте взрослой медицинский считает, что оптимальный уровень от 1 до 40 лет. И 8 пикограмм. Это все, да, не факт, а не просто оптимальный уровень. Но, по этому повышенному, в принципе, многофункциональных провоспалительных цитофен. Вы знаете, 4 цитофена, 0 альфа, миллитин 6, 8 и 1 бета, мы как раз и ориентируемся. Важно правильно сдавать стокины, иначе мы можем увидеть не то, что есть на самом деле. Мы не сдаем их после травм, после алкабилизации или после повышенной тонической нагрузки. мы не сдаем их во время острых экспиратурных каких-то острых инфекций, потому что нам нужна картинка плановая. Далее смотрим. Практически все расстрелимы. Я специальные маркировые воспаления. Альфа-адактивных кагментов, погибших микрофилов на эстинский кишок. И альфа-1, 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 альфа-7, которые окружают кишечную квартиру гулка через, в основном, тонус кишечника. И надо сказать, что мы эти маркиры находим достаточно часто. И начинаем искать, откуда это прилетело, и картинка складывается. Живется человек, жалуется на прогрессирующий рост у артроз, протекающий с сеновиками, распаление, естественно, ручным, хрящим. Кишечник болезненный. Ну, доктора что были, пожилого человека, да и не пожилого. Залезает живот, но болезненный. Это кишечник. Ну и что? В общем анализе стало все нормально. Сделали альфа-1, стрипсет, и делали, как-то, тактик. Получили высокий маркирован спалений. Начинаем жать дальше, мы уходим на носительство. Например, к энтеровирусу, и от аморовируса первого типа. Оказывается, острый понос последний был, как пять лет назад. Человек просто носительный. Но мы знаем, что и ротовирус, и норовирус первый, они и возбудители артритов, но не вирусов, а артритов, а реактивных. Иммуно-опосредственной технике, то человек как раз и сядет на жир, санированный кишки, падает агентальность трусит. Человек, конечно, и протеин перестает терять через кишечник, и его жизнь значительно становится лучше. В нём прекращается постоянная болевая импульсация, из тонких кишок он начинает лучше спать, он не чувствовал тугой, он за 5 лет привык, но если он не чувствовал на уровне коры, это не значит, что он не чувствовал на уровне подкорки, нарушения сна, вот они, пожалуйста, они есть. И, конечно, проходит и сисиновит, и становится гораздо мягче. Как хроническое воспаление коннектится с канцерогендиазом? Ну, мы знаем, что в норме у нас много, ну, сколько-то тысяч потенциально опасных трансформированных клеток возникает в течение суток, каждый день. И часть этих клеток, они самостоятельно заканчивают жизнь самоубийством апоптозом, выбрасывая рецептор апоптоза для того, чтобы нашли либо естественные киллеры, либо цитатические и терминфоцитные, либо они распознаются иммунной системой как трансформированная и, соответственно, находят свой конец через тоже презентацию макрофага, демберитным клеткам, через фронцитоз макрофага и демберитным клеткам, в последующей презентации к терминфоцитным и формированием клеток в планете и эффектора цитатических терминфоцитных. Ну а НК клетка, она просит, входит и проверяет таспорта. Общегражданские молекулы дала на комплексе 10 семестимости первого типа. Если с паспортом что-то не так, то, конечно, трансформированные клетки конец. Это должно работать, это работает, но мы что отборным что? Завершающую статью представления. Что нам нужно сделать? Это заставляет наши клетки вырабатывать кастовые факторы и факторы роста сосудов и противовоспалительные цитокины. А противовоспалительные цитокины у нас тормознут себе эффекты и цитатических клеток и НК клеток против трансформированных клеток опухоли. И мы получаем, что рост сосудов есть, тканиевые факторы роста есть, провоспалительные клетки остановлены и опухоли. Мало того, в тех же самых лимфатических узлах, используя механизмы из методовоспалительного сигналинга, опухоль прекрасно себя чувствует и метастазирует, если умеет это делать. Мало того, мы еще остановимся на этом. Клепки жару для макрофагов являются красной тряпкой, если у вас эти адипоциты растут, полиэфирируют слишком быстро. Когда они полиэфирируют слишком быстро, макрофаги их воспринимают как клепки как раз высоким клевом ростом, начинают с ними воевать, и возникает хронический репарация, регенерация, а тут же и инсулин высокий, а высокий инсулин и высокие инсулинополобные факторы роста, они тоже пранокондентные факторы, поэтому, конечно, пациенты с таким инсулинорезистентным жиром, они более подвержены опухолевому заболеванию. Что можно посмотреть в серию? Витролитин можно посмотреть, шестой можно посмотреть, фактор микроза укухоля можно посмотреть, интерферон гамму можно посмотреть, и можно посмотреть весь комплект клепок, который участвует в этом. Ну, а речь, что за аналитные клепки не посмотрим, потому что она в скале, а мы всё-таки берём кровь и системного кровотока. И, конечно, это может быть предметом мониторинга и мыслей врача-предитивной медицины. Второй важный аспект – это кардиоскопулярная патология, и воспалительная эндотериальная дисфункция. Мы знаем, что липкий сосудистый эндотерий – это не просто выстолк сосудов, которые имеют свойство избегать налипания, адгезии формных элементов крови, но это и воздействие, воздействие, возглотация, контроль артериального давления на периферии, и изменение и регуляция компонентов свёртывания, и ангиогенез, и варьерная и иммунная принципы. Вот вам везённая съёмка церкви, которая была несколько дней назад. Внутриерные выливания, видите, как изменена температура тела. Видимо, всё-таки мы мало знаем про реактивность с эндотериальным, разгорячённым эндотериальным просто потому, что мы лили туда концентрированные лекарственные препараты, и они вымотровали. Мы знаем, что, да, есть эндотериальная дисфункция такая, что эндотерия – уязвимая штука, уязвимая табаком, инфекционными агентами, циклирующими иммунами. Эндотерия не любит инсулинорезистентности, потому что, как только возникает инсулинорезистентность эндотериальных клеток, соответственно, глюкозы они не получают, есть им нечего, и, конечно, такой пациент быстро погружается в такой сосудистый хаос. И, как только эти факторы повредили эндотерию, что возникает дальше? Вот есть подреждения эндотерия. Оказывается, что вот наши любимые механизмы воспаления тут же включаются и увлезают эндотерию дальше. Ну, конечно, это всё равно заживает, но заживает так с образованием грозы, от транспиратических бляшек, с инкультацией последующим. Удобными мнениями уже дворецы. Идительные потолщаются эндитимомедиа. На узи-то видно это всё. Вот когда-то люди сказали, что склероз в старость ему в воде. В воде составляет сумму упреждений от эффекции метаболических токсинов. В воде сфером, оказывается, что заклонить эту мемонию из атеросклеротических бляшек вынули доказательство. Но только ли она виновата в крови? Оказывается, нет. Оказывается, в принципе, различные патогены обнаруживаются к вам очага эндотериального воспаления и в атеросклеротических бляшках. Вот, видите, вихли к бактериям, с инкультацией вирусами. Этот процесс идёт для поставки, да, повреждения, заживления, конфильтрации, заживления, формирования потом атеросклеротической бляшки. И, собственно, повреждённая эндотерия уже не может выполнять свою функцию предотвращения тромбоза. Адгезия здесь уже выше. И, возможно, это такие сосудские пространства. Что мы можем посмотреть? Интеролитный шестой, квасмой, можем посмотреть, можем. Интерферон Гамму можно посмотреть, можем. Интеролитный первый можно посмотреть, можем. пройти, только, в общем-то, есть. И найти дальше, откуда это всё пролетело, тоже может быть. Вот, вот, с тем популярным процентом, знаете, кто? Спирохетная. Ну, спирохетная, мы знаем, что есть сиприс, нет аспироз, но и болерии тоже это могут делать. Оно в Сибири достаточно много. Но не каждый бюро его бывает толстым. Бывает, находим пациента с такой, наверное, генеративной патологией, вроде ранней. У него, например, позитивный иммуноблот перенёс, когда будет и сейчас он ещё. Это хорошо, что ещё коллеги не циркулируют, у нас шарит свободные инфекционные патогены. Ну, это мы думаем, что не циркулирует. Вот, если мы возьмём просто среднефротехнического человека, пусть на напольную микроскутку посмотрим, можно что-нибудь и видеть. Вот такое. Да. Представляет же она за собой сверху, и за ней уже не противо полетел. Что-нибудь вот такое можно увидеть, да. Вот там кто-то бьёт, сожнули их ветки, кто-то был полицитирован. Ну, понятно, что мы всё время находимся под интересом различных условно-полагинных патогены микробиот, и понятно, что ну, вот, красотчик был. Понятно, что сосудистые инфекции постоянно отражаются, в том числе эти и попутки микробиотов, они, там, благодарение пола. Это нормально. Какие артерии более-менее напраслировали? Это вот мои мысли, скорее, изменения. Да. Часто мы видим вот здесь вот, вот, дефрутации, да, внутренней наружной артерии, а там, рядом миндалин спалённый, вот, прям здесь. И ещё там же, свинные железы рядом, вот, прям здесь. И, как правило, когда рана и плотно там набивается на патроспиратической бляшке, ты посмотришь в пациент, а там у них углы увеличены, а там и большая надутая свинная железа, вообще, именно надутая, берёшь свину, а там, в линканах, у меня вирус и герпес шестового типа. Но он должен быть немножко, ну, по тысячу, по паре, две, под именной реликорской, на это, в общем-то, нормально. Но тогда видишь, там, миллион, два, три. Ну, много. И когда видишь признаки воспаления, то есть, знаешь, что Эльзана просит его нормальных размеров, но увеличена, плотная, болезненная, и видно, что у них фиброз уже может работать на свет, то есть, воспаление и нет какой-то. Вот это уже обидно должно. А если посмотрим, ну, в сердце, а что там реально? Часто же мы видим, как раз, героскарманы в картере, а там, наверное, желудок, который у нас часто воспалён со своей вот лимфатической системы. И вот не случайно, как только бактерии находят здесь. Ведренные, как там и пятна, плавовые органы, которые выглядят испаряться, да, я думаю, чёрт язык. Вот вам 22 года женщина. Всегда вы видите, например, героскарманы, поддельные, ну, героскарманы, шерихи тоже, только они острые, а хронические, много лет. Вот артерия. И вот артерия. Вы видите, что с эндотерией происходит, он горит. Это режим стир. Он видит вам обуви здесь хорошо. Вот горит из артерии. И вот горит из артерии здесь. Мы такого уже не видели. Да? Ориентируешься на локальные построения. Ну, идем туда и движутся на реакциях. Да. Это я в их хронах. А вот санированные пышки, всё. Тот же пациент. Он горит, выведет в другом. Мы как-то об этом не думаем. Нету следования на всём. Дрема под героскит. Но это имеет значение. Понятно, что если эндотерия лежит в избыточном провоспорительном сигнале, то, конечно, эндотериальное воспорение будет идти быстрее. Откуда бы это не прилетело? Причём, есть работа уже исследована. Можно посмотреть, какие статины, как влияют и где, так сказать, предикторы. Клиофактор микрозоокухолина, что он имеет конкретно? Тут на активацию, например, ядерного фактора КПБ и НФКПД в последовательном воспалительном процессе эндотеррии. Иммунные комплексы. Даже в отсутствие явного антифестеропедного синдрома. Что можно посмотреть? Опять-таки, наши любимые воспалительные статины. И я думаю, что... Ну, а также, кстати, цириактивный белок, который взяет меньше единицы или меньше пятёрки. Ну, я думаю, что мы, наверное, всё-таки организатором получим возможность мониторинга молекул от Гезия. Это было бы замечательно. Можно ли оценить негакулярное воспаление прямо сейчас бесплатно? Только попробуем взять и попробуем. Оказывается, можно. Мы знаем, что есть такая штука, как височный артерит, который свойственен, как он, пожалуй, выделен, была воспалена в связи с височной артерией. Вот это когда большой височный артерий, не видно только глазами. А на самом деле, если мы возьмём пациента любого возраста просто с таким хорошим или теряем воспалением, мы увидим, что по краю артерии появится такая зона отёка, и она болезненна. Почему именно височная? Просто височная артерия, видимо, более вязвима к действию факторного воспаления, поэтому и височная артерия с полимиологией возникают вместе. А это вот такая была находка. Смотрю, у него болит артерия. Звонил, я вам это говорю, давайте сделать, давайте смотреть, что происходит. Нашли артерию. Посмотрим на сомненную. Да, вот она височная. Вот она височная, вот она височная. Отсомненная, вот она чистая, ничего нет. А настоящая височная артерия, вот это вот, два версия. Настоящая височная артерия, то есть от артериальная зона отёка и мощная зона отёка с сужением артериального процесса. В нашем случае артериальный процесс сохранит абсолютно. То есть нет артерии, как какого-то. Но вокруг инфициация есть. И часто это приводит к болезни из вот этой вот высочной мышцы, потому что вот здесь возникает воспаление артериальный процесс. Вот такая вот клиническая артерия. Вот такое тут бывает совсем редко. Настоящая височная артерия. Но всегда это нужно попробовать. У болей обычно горизонтальной веткой или фискальной. Ну и вот сзади вот с устатной головкой челюсти тоже можно найти. Ну и нервовоспаление – важный аспект. А мы знаем, что есть такая штука – десерклюлитовная энциклопатия, там прогрессирующая сосудистая эрекция, энциклопатия. Как кто-то её не обзывает. Вот возьмём такую картинку. Такую петель нет – десерклюлитовная энциклопатия. А это вообще не она. Это нервовоскулит. И если мы сейчас только пациенты на эмакета берем, то естественно дать на афишку. Никто не нервовоскулитный, а не нервовок заниматься не будет. А надо. Мы знаем, что нервовы разные бывают, у них разные функции. А в плане нервовоспаления нам интересно, что микролирия в клетке мозговой иммунной системы. В теории гондроциты, которые осуществляют контроль над проникновением чрезвычайной скорочной барьеры. Этот железный затор сохранен, прекрасен. Он течёт, это плохо. И мы тогда видим, что иммунная система начинает видеть за барьерное пространство. Ругается на акция в лишней силе выбрасывая факторы воспаления и может разрушить здесь даже участник мозга, который мы можем видеть даже не мартенция, введя контраст. Годолина, да, и контраст на основе годолини накапливается там, куда проваливается крепкая иммунная система через гематоноскологический барьер. И мы видим, что это притраски. Так же, как правило, воспалеросеянный энциклеорит, или рассеянный склероз, или нейросклероз, или нейросклероз, ну, чтобы кто-то там совсем плохого, или нейротрамма. При наших хронических делах мы так грубо не видим, но всё-таки мы понимаем, что чем больше пролетает через гематоноскологический барьер провоспалительных структур, тем злее ведут себя крепкие микроглирии, тем больше нейросклероз. И вот, например, гад генетического предположенного фицета. Мы знаем, что прилетающий кровостроительный цитатин извне, в самая ядерная пространство, активирует микроглирии и вызывает маленький ядерный дрэк с гибелью нейронов. Мы знаем, что любое повреждение мозги, там будет травма, например, или инсульт в течение часов, дней, недели, где месяц сначала вызывает разрушение гематоноскологического барьера, потом потихонечку это приводит к заживлению. Это нормально. Но когда у нас постоянно повышенная продукция провоспалительных сигналов, и они постоянно действуют на клее гематоноскологического барьера, они постоянно поддерживают этот барьер изручно-поницаемый. Мы постоянно находимся, как мы, в этой стадии, между воспалением и заживлением. Естественно, чем активнее воспаление, тем быстрее все это убывает. Помните? Будет. Когда разрушается нейро, естественно, это активирует микрогрию, активирует проницальность гематоноскологического барьера, продукта деградации вызывает, естественно, воспалительный подклик, и возникает такая гибель сразу. Большое количество нейронов, и если этот процесс не останавливается с противовоспалительной цитофиной, но чтобы он остановился, то вовремя нужно, чтобы был баланс между противовоспалительным и противовоспалительным, а мы с вами, например, у пациента имеем, как бы, хронический воспалительный процесс с высоким интроактивным шестерем. И он нам не даст восстановить этот процесс во время, он все время будет терять и терять эти нейроны больше, чем как-то рационально на текущей ситуации. В клинических манифестациях такое ляло-текущего нервовоспаления, когда мы на неймартене ничего грубого, на которой не контрастны не видели, ну да, снижение планеты, да, клиническая усталость, да, что-то похоже на депрессию, да, депрессимуляцию симпатической нервной системы у человека и нервных ходов, то есть сронические атаками у человека. Да, снижение интеллектуальных возможностей, эдемитивных возможностей, бессоники, снижение моего порога с центральным компонентом бортика, фибермиалки. Возьмешь бабушку на осмотр, потому что мышцы я не троню, чтобы мне все жарить. Надо сказать, что даже у молодых и у детей меры воспаления в принципе установлены как один из факторов, разогревающих, например, большую депрессию или аутизм. Но много лет детишек с аутизмом, чтобы вы думаете, высокие уровень провоспалительных скопин, от малого того, нейроноспецифические генолазы и белокос-100 повышенные в системном кровотоке. И действительно, у них часто можно найти невлогические особенности и источники этого воспаления. Мамы говорят, вот, ребенку сделано повивку, у него дебютировал аутизм. Нет, у него не дебютировал аутизм. У него в году уже не было указательного жеста. У него была задержка. Вопрос, что у него и без того, чем это диперактивировано иммунную систему, ввели вакцину. Естественно, вакцинка дала как положено воспаление внутрь. И далее, где пошли симптомы ровной очереди, вы реалили в неделю, и именно вообще. Ну потому, что отскочили противоиспользов Ukraine с кинцидогеном, блетируется прямо по принциполическому байеру, и процесс пошел в заседание. При крыльничном направлении мы видим, что у жеркосепья убывает дело вещества, потом и серое. Но потому, что, конечно, нет неговоспаление. Свовременные остановки этого меговоспаления ровно там, где оно должно было закручивать. Ну и понятно, что чистые сосудистые мозговые циферопарфиры не было. Доступны геморктеры с полицей, но можно посмотреть в Миронт 104 на ОЗ в таблонке и Миронт-таблок из 100. Чем больше нарушен геморктеренцифалический вольер, чем больше нарушен геморктеренцифалический вольер, тем больше у нас еще маркеров с геморктеренцифалический вольер. Вообще эти маркеры сделаны как маркеры не нервосваления а ухари, не арендотридных и лимононовых. Потому что они тоже являются веществами на кондектировании на патильную 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 ногу. Если это не в сотни, не в тысячи раз повышенная, то это раз, два, три повышенных воззуках маркеров нервосваления. Они могут быть в порядке. Но ведя пациента, мы видим, что геморкер был уверен на границе коридора нормы. Если мы делали патильную 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 стакию, он ушел вниз, берет имя облации, и мы, как только пациентам, можем даже внутри коридора нормы монетарировать его. Показатели нервосваления. В посттравматическом циплопатии, как и в шипфонде, раньше говорили, что происходит сейчас отнесение мозга, ты должен повлечиться, там две недели, иначе, потом тебя накроют. Но, конечно, повредили геморкерцифологический барьер, облегчили проводовосвалительным сигналом ударов за барьерным пространством. В общем-то, это воспалительная история. Мера воспаления инфекций. Появилось много работ, что инфекционный футаген, как, представим, барьерус, который тоже ничем особенно для человека не играется, но можно контроленными системами, не вызывать восстановление. Обнаруживается нейрон. При клепсии, почему-то, для птиц шестого типа, обнаруживается инфекционирование. Причем, вносить я прямо возле окололочной свинной железы. Хлоридия вполне имеет значение. На самом деле, наверное, любая инфекция, которая способна вызывать воспалительный отклик, так или иначе, может это делать. Вот он, кстати, девочек. На третьем месяце кишечная инфекция ненегонцефалит, сейчас децепартика, как последствия ненегонцефалит, информация, действительно, неколепсия. Чуть температуры повышается. Даже не обязательно для фибридных цифров. Это не фибридные, судорогие. 37 копеек. Судорогие. Кто смотрит? Ну, такая воспалительная цифровка. Филиппоцитолог. Да, интерлитин шестой должен быть меньше семи, идеальная норма меньше полутора, а у нас 69. А у нас белковые фракции перекошенных инфекциях. Антитилак к бенглиотидам, как на аутоиненцепарит норма. НК клетки что-то делают. Зачем так много? А, А, Т или инфоцитки? Супрессии. Что-то на инфекции не так будет похоже, да? Ну, антитилакулярно, с вашей аномалии, с вашей аномалии. Хорошо. Нейрон специфически генолаза должен быть меньше 16, а у нас 42. То есть, нейрон деградирует легче прямо сейчас. По идее, ей не просто против эпилептической терапии нужна, а против эпилептической терапии ждет глубокую энциклопатию. Наши вот это просто, да? А, откуда? Ну, железо низкое, там, варексоркция, хотя это непонятно. Бралиозы, там, у них нет. То есть, как у нее? Ну, маловато кишечный хор, ничего. Что-то еще особенно было, да? И вот смотрим. Побарышняка у нас носитель энтеровируса. А энтеровирус у нас, вирус, который может что вызывать? Энтериты, колиты, энцефаломиелиты, артриты. И, тем более, чем триггер воспаления. Может, она инфекцию перенесла, например, в разожжение энтеровирусами, и, минимум, энцефалиты она перенесла. Она энтеровирус тогда не брает. И до сих пор носитель. И пока мы этот энтеровирус не изведем, конечно, это нейровоспаление никуда не денется. А, может быть, все равно у нее есть капель. Так вот, не найти никуда не денется, там лет до сорока, верно. или дальше. Как такой супрессии циркотических клеток, чем она выдает энтеровирус из себя. И вот откуда приходят противопровоспалительные сигналы воспаления нашими пациентами. И пинают их возрастные изменения вперед-вперед. Разберем пять основных путей. В первой кавычках называем микробиом как хозяин. Ну, все мы знаем, что с нашими микробиомами должны дружить. И даже условно-патогенные бактерии, вирусы этих геркесов, они вообще никак не заинтересованы потерять своих квартир. Поэтому они переболели на гриппу. И вдруг на носу выскочил яркость на границе кожи и слизиста. И сказал вот так, ну-ка, иммунная система работать, взять свой дом, потерять не хочу. Это нормально. Но когда он нас называет ныне энцефалит, или что-то, так бы, воспаление кожи, не там, где надо. Так мы говорим о том, что почему-то он вышел в контролизминку системы, где его у меня ограничило. Если не яркость, то плохое. Потому что это самуная система. И микробиомы – это сотрудники. Знаете, микробиомы – это коллектив или команда, которая с нами живет. В целом микробиомы периодически обретены. То есть, животные, люди, кто-то, кто-то так научились делать. Если что, то про эпидемию, например, не может делать. Он клинический случай. Это крестерс. А это жидкость. За прямой кишкой. Это нередкая находка. Нам это практически никогда не описывает. Центр жалуется. Варит. Смотрим. Варит. 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 Варит нецы ток 쓰고. У него эндопилляльная дисфункция. И вот начинают потихонечку нагревываться вlang Library sixteen Kishik1. Если бы вот это всё было повышено, то это было бы, наверное, похоже на неспецифические язвы, не кориды. Но континент неспецифической язвы кориды нет. Это уже иммунная система, измученная инфекция, теряет толерантность, теряет способность точечно отличать, в ответ людьми специфически, и начинает быстро расправляться с инфекцией вместе с собственными вредами. Потом, конечно, это может привести к идее уже дебют чего-то укрепить. И уже, кроме церкви, дрожан, тоже последний план. Но если всё это оба важно, тогда будут неспецифические язвы кориды. Типичный пациент с реакцией микробиома как у хозяина такой. Мы знаем, что такая конвенциональная теория укрепляет свет в памяти, говорит нам о том, что подойдет захватывается из эндритных клеток или с пневмом ашкрофаном, прибегает клетку саму в геофагические видео, демонстрирует наивные хрепки, обучает её, и всё запоминается. У нас образуется, при втором контакте планирование, образуется пул клеток в памяти, которые назначают и B-клетку, которая будет потом трансформироваться в плазмацевых поработающих тела. И T-клетку, цирпатические, и кемпорт, и клетки памяти, всё будет. Но, представьте себе, что вот этот путь сильно зависит от сна и от уровня стресса, как дендритная клетка, это трансформирование. Сна и от уровня стресса передача сигнала. Представьте себе, что этот процесс, он в основном идёт в третьей-четвёртой стадии сна, потому что в тренингпроцепке есть меропулярные часы. И гораздо медленнее идёт в ней тренингпроцепка. Он получил сигнал и уже пошёл к шуму других трех тренингпроцепки. Они реагируют в презентации клея-четвёртой. Ну и потом уже токсические кемпроцепки могут распознавать распространённые клетки, всё, что не должно жить. То есть, цветают под сигналы от своих же, собственно, стадий. Это такая оптиминная стимуляция. Вот. Спекруются с клетками и, соответственно, осуществляют келин. Под стрессом, когда действует большое количество капихоламинов, громадных стрессов на клетке памяти, и в отсутствие или при дефектах 5-4 стадии сна, этот процесс идёт медленно. В каком механизме? Ну, оказывается, на предметах есть рецепты молотонима, такие же, как нерозы. Сертонима, ажикамиды, гадик, атоматы, субстанции от глюкортипоидов, или чего нам только нет. Активы. Ну, а почему ещё? Получается, что под стрессом, под адаптационной реакцией, понятно, что у меня с тем будет внешний контур тела лечить, потому что мы же не готовимся к бордобою. У нас сейчас опыт поранит. А когда мы в покое находимся, и у нас уровень такого, уровень готовности к физическому ответу на опасность низкий, значит, кушать будем. Соответственно, иммунная система вся здесь. Какой-то сигнал, например, такой сложился, как и есть. И во сне иммунная система обрабатывает, запоминает всё, что мы нафагоцитированы в течение активного дня. И для этого есть молекулярные часы прямо в клетках иммунной системы. И туда транслируется всё, в прямой форме мозга. И всё это работает. Ну, представьте себе, наши пациенты в маленьких клетках и моложе. Они... Ну, я вообще не считаю, можно положиться в дом. Поэтому. Вот это до полуноча, в 25-4 часа. Я думаю, что они будут здоровы. Ничего подобного. Если бы наши пациенты хорошо бы спали, половину времени мы бы закрылись, потому что давно это занимается. Мало того, сигналы молекулярных часов беретают до красного крупного мозга, дактинуса и выявляют на предыдущую плеферацию. И мы видим, что пациент, который либо постоянно под стрессом, либо пациент, игнорирующий сон, просто зарастают микробиоты, аномальные. А нормальные микробиоты свои зарастают, то есть аномальные микробиоты. Просто потому, что формирование клеток в планете не происходит, и не может контролировать микробиомы. И когда количество микробиомов превышает допустимое предел, а иммунная система не имеет механизмов такого адаптивного иммунного отзывания, то иммунная система вызывает спецназ, потому что справляться с этим надо, и возникает уже мощная реакция. И тогда мы видим типа поводу пациента, который входит к врачам. У него молочница, герпес, гастрит, дисбактериоз кишечнику, хронический простатит. Все это вместе. Ну, аликокиня, два-три очага воспаления. Начинаем выяснять, кто вызвал воспаление. В желудке хеликобактер. Ну, у здорового человека есть хеликобактери, совсем в гипе какой-то незнакомый штамп залетел, но заболеет. Но вообще, видите, жди, иди, иди. С герпесом мы тоже каждый день общаемся. Ничего. А он болеет. Молочница. Ну, кандида у всех в кишечнике живет. А бактериальный глибинон с кандидой только у нее одной. А почему? Начинаем разбираться в тот механизм. Понятно. Ответ электромагнитного глибинон-патиры – это цитоз высокимаркового воспаления. Мышечная боль. Очень характерна, как фибромиал-билекция, когда все тело исполнено и валит. Молочечный устал – физические расстройства и нарастание альтериактивности со всеми техническими процессами. Терапевтические стратегии человека нужно строить сон и элаз. Восстановить физиологическую структуру сна, снизить антигенную нагрузку, то есть деконтаминировать ему свою историю. И чуть-чуть подождать, как 6 недель – все хорошо. Но, хотя это так на бумаге красиво выглядели. На самом деле, трудно это сделать. Пациент поедет заставь спать. У него привычки свои сформированные. А может быть, у него синдром беспокойных ног, или храпка, или что-то еще. И таких пациентов любят стимулировать. Но это крайне опасно. Потому что такие пациенты уже и так застимулированы этим эпопологическим воспалением. Они легко сваливаются в реакциях и по 4 тысячи. И мы получаем совсем не очень хотели. Ну и психиатрами на артере этих пациентов. Идет. Представляете, пациент пришел к иммунологу герпуси лечить, а иммунологу психиатру. И машина загонит очень хорошо. Индидентная работа в рейтинге к психиатру не нужна. Возьмите. В источнике воспаления. Везде на какое-то время не разрешаем пациентам про воспалительное питание, например, содержащие агрибы, дашки хилы, плоски и тому подобное. Не разрешаем пациентам на какое-то время. Возвращаем к психиатрами. Вот, например, женщина 62 года. 5 лет болит голова. Додимир высокий. Рис тромбоз получает дилерную агрегантную терапию. Но что-то додимир не падает. То и тромбоза, то и нет. Высокий антрозитный шестой. Высокий мелкий цикл. Начинаем осматривать, откуда голова там болит. У него болят лицевые кости. У него на каждом зубе вот такие кисты вернули. Момограммы. И еще и вкладывающие кисты будут сенсорять. Могеек. Зубы там лечило давно. Все, что запланировано, запланировано просто платить. Естественно, человек не просто очаг воспаления. Это хронический кистый гранулеум, который варится. Как, собственно, сахар воспаления в ограниченном пространстве. Еще рядом спал. Еще рядом смолзан в голове. Формерное изобрелье. Практически вся зуба была вытянута сверху. У нее упал. И это же один шестой. И додимир. И вот додимир-то, почему? Додимир-то, почему? Додимир-то, реально воспалил. Вот, кстати, работа. Табилеточные лимфоны. Да? Мы раминфисты, что инвалидов, все вверх, шестого типа. Опять-таки, да? Инфекционные приверы. Цепь негаловирусная, хоть не полцент, пожалуйста. Полит пищевода, цепь негаловирусная, мусленир. То есть, как только пациент не может контролировать свой микробиом. Безникает. Супер, по-руже. Вот пациентка с геркхиальной астмой. Глюк-кортикология получает. на недостаточный страстер, для чего не перестает работать. Берем анализ гомокроти, еще там гемофильная палочка, гомокроти слепокольки, гомокроти эндобактерий, шоколитет. В гомокроти кандидор, он 4, не видите, в гомокроте и мегаплазный холд, а человек откуда. Но прежде всего эта хвора должна контролироваться иммунной системой. Но она, во-первых, не скрит давно, и у нее нет нормального иммунного ответа. Устаешь, например, хобл, и она получает блюд партифолид, естественно, у нее иммунный ответ на следствие подавленное. Маму-то подавленное блюд партифолидное, а в микрофлоры все равно воспалительные сигналеры требуют. Ну, это, собственно, пациенты у вас сомировались, не проздует партифолид. Это, наверное, кромоны, и все хорошо. Ну, Ротто Йоси, Миро Йоси уже показывал. Вот пациент, который в поле меропатии вышечный боль, впоследствии выставлено на неполярное эффективное расстройство. Довольно не спеет, потому что гипомония как бывает. Ну, смотрим. Морэнгерус носит. Арктистеймбар носит. Морэнгерус носит. Морэнгерус носит. Сомат не был. Пригнал. По одни плечи высокий. Следующий пункт нашей программы топ-5 источников диспорения антипатологии. Когда мы видим пациента с ожирением на осмотре, часто бывают такие люди, они просто плотненькие, без стали. У них такой жирок прямо, его не ухватишь. Он как будто бы отечный. А он не как будто бы отечный. Он отечный. Он еще и болезненный. Но чаще бывает, что просто крепенький животик, к сожалению, начинаешь осматривать, обморуживаешь прямо в этом жире. Такие образования размером с яйцом плотным, болезненным на ощупь. Что это такое? Это воспалительная инфильтрация. Как раз и есть самые очаги, где макрофаги начали войну с агрессивно растущими антипоцитами. Он происходит там, где жировая клетчатка растет быстрее всего. Это, конечно, на поле инсулинарезистентность. И у этих пациентов мощнейший выброс кровоспалительных стадий и первого, и шестого, и восьмого. И это не важно. Первый вверх именно активный. Естественно, мы видим общие воспалительные эффекты и в эндотеле, и в нейровоспалении. Поэтому наши пациенты инсулинарезистентные. Они быстро деградируют в местное строение. Естественно, на всем рынок развивается клетчатка клетчатка. Практически все. Вы мгновенно это все определите. Попробуем. Давайте к следующему пункту переходим. С девушкой мне все в порядке, да? Сейчас мне не так. Кушань. Селенная железа. Ну, не, это шеглян. А? Шеглян, волчаник. Бабочка и селенная железа. На уши, наверное, похоже. Ну, начнут гормоны лечить, будет, и Кушань. Аутоимуни, болезни с неполным, на котором критерии. Их немало. Каждый день ухажут. Особенно кровь и специфически гезонекарин. Когда мы пытаемся привлечь ревматологов, гастроэнтерологов заниматься их профильными аутоиммунными заболеваниями с неполным дебютом, они нам что говорят? Они нам говорят вот так же, что вы, вот, клиническая картина заболевания в пол, вот так придете. Она чисто стандартная лечить не положена. Но и действительно стандарт, это что? Это же монотепрессанты, достаточно серьезные. И далеко не всегда пациент с неполной клиникой аутоиммунного заболевания требует этого, да? Она гораздо чаще, достаточно, чем клиник. Но, тем не менее, есть ряд признаков, на которые мы обращаем внимание, как на потенциальные маркеры оперативности. Приходит человек, и мы его осматриваем, спрашиваем, у вас давно такие подушечки пальцев-то облезли? Ну, так, лет 15 последние. А мышцы у вас болят? Ну, вот, лестницы. Начинают говорить, ну да, у него там какой-то стокондроз есть, но болят явно мышцы. Нету никакого решкового синдрома. Нажимаешь на мышцы, там где-то не подскайпит. Мы думаем, может быть, это какая-то неполная картина дерматомиазита. Действительно, делаем иммуноблотный антител к мышце. Оказывается, у него там одно-два антитела, там, один-два плюсика есть. Полной картины дерматомиазита нет. Ну, у него, во-первых, болит, во-вторых, 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 спаление. Третье у него что-то делать. И ведет такого пациента, как-то дерматомиазит с неполной. Дерматомиазит с неполной клиникой. Надо сказать, что аутоиммунные заболевания – это ремящий пандоры. Как только что-то произошло, представьте себе, что у нас есть антигены, считаемые железы. К ним аутоиммунные заболевания, аутоиммунные тиреиды. Да, они похожи. Есть молекулярные сходства с антигенами желудка. Получаем аутоиммунный гастрит с унимией В12-куркуса. Потом наджелудочная железа – тоже есть сходства. Потом пошли суставы потихонечку. Может быть, уже щитовидная железа к тому времени или удалена, или перестала воспаляться. Вот эндотериальная какая-то история. Эти вещи могут так и бродить от системы к системе, и никогда не останавливались. Особенно вот антигенами. В общем, столько много. Аутоиммунные заболевания есть из-за практически любых органов. Про это надо помнить. Как построить? Поэтому опрашиваем пациента. А может, или несколько с ним еще что-то. Происходит, значит, наверняка, что-то подобное. Спрашиваем, а то увидит кератит, а то фронофсы, а то суставы приоритеты, а то потеря берегенности. А слабыми, естественно, бывает, что люди входят суставы приоритетами. Не знаю. Бывает, что вот подпорят. Какая вот иммунная вот пиццель. Бывает, что это не такая пляточка, совсем маленькая. Человек думает, что они просто полосы не растут. А это вот полиартизм. Бывает, что человек ходит с ненужной склеродермической бляшкой. Или бывает, что человек думает, что это комары попусали. А это вот изолатая эритема. Или гедра. Вот это вообще часто бывает, да? Вот мы на комплексе на это споримы. Такие субклинические. То есть у их. И человек думает, что это аллергия, потому что он съел. А это же спуик. Берматомиазит. Такие бывают субклинические. Такие. Уберит. Уберит. Кератит. Аутоиммунная. А вот, смотрите. Женщина входит в мигрене, вечно. В правой половине головы. На КТ. Видите, экзактальность справа. Уберит. Уберит. Причем там сзади. Это уже довольно опасно. Нарушенное зрение она не чувствует. Аутоиммунная. Да. В рамках крови. Аутоиммунная. В рамках крови. Просто мы. Вот. Вот. Вся ладони. В рамках шагрена. Вот. Вся ладони. В рамках шагрена. Вот. Вся ладони. Тоже побольше. Вот. Легче. Человек влечит, так сказать говоря. Гирк. Но тоже состоявшись в шагрена. А тут и без нас. Вся ладони. Ну это тоже склеродомия. Смешение глотомии. Вот. В рамках шагрена, например. Уживаешь, что выходит там не такая разбутая сердечная сухая. Там лишних 150 миллилитров есть. Начинаешь смотреть, а там какая-то неполная история с аутоиммунными сердцами. А вот матовое стекло, а галики аутоиммунные могут найти. Вот. Ну понятно, это не просто. А просто, да. Это похоже на псориатические, почему-то бесхожные появления бывают. Вот часто мы видим, когда наши… Самая частая находка из больших аутоиммунных заболеваний, если не помню, не будет, или крома, или специфические язвные корректы. Это очень специфичное как раз воспаление на колени. А пендерик на колени, к слову, он вешеный поворот, как вы же. Но тут совсем все плохо. Всегда можно посмотреть ауто-антитела, ауто-антиген. Сейчас есть что-то, чего захотеть. Антимуфляторные антитела, различные различные компоненты в гидро, вплоть до иномоглот и в ДНК, мембрана и корректа ассоциированные. Грубо можно ориентироваться по свечению антимиклеарного фактора в гидре, как светится твоя вещь. Соответственно, разные типы свечения, разные находки. Вот нам сразу пишут, как светится. А она засветилась. Можно именно на лот посмотреть, в какую конкретную компонент к какому антигену клетчатого гидра и что это значит. Проблемы какие. Вот, например, неполная картина, характерная для шегленов и лаз-клигарта. Полного мемоблота нет, только ССА-ДО-52. Да, будет мышечная боль, а какой-то будет миозиль, будет слойный железо, можно поболеть ничего. Большого не будет. Ревматологи не возьмут. А делают что-то надо. Вот мышечная боль. Больно-миозитная панель. Спокойно только антикию и антицелан. Антикию и ассоциированные миопатии. Тоже ревматологи не возьмут, потому что полного или картина нет. Она может что-то не делать. Вот такая генерализованная вот девушка с антикию и антицелан. Ну, да, какая-то там рецепилии, небольшая антикию и антицела. Спиртамола – это не дезинтерии. Достаточно антицела есть. Ну, реаклазма. Реаклазма на к мифоплазму относится тоже, может быть, триггер на реактивном арте. Убираем триггеры, заставляя спать антигенную разгрузку. Делаем план питания. Меняем. Даем варенчик. Может быть, наиболее много дуриных держим, чтобы ее иммунную систему отпустить. Получаем. Возможно, мы не получили дебют в системе трассного человека. А эти стеланки челки тоже наобороты. Часто находим антикила Амами-2. Это маркер, который очень неделянный цирроз, без цирроза. А мышцы болят. Это не перегающиеся через маловый консимышный амами. Свердное мнение. Кроме на движение. Вот, а вот. Надо все-таки пациентов тестировать на амами. Все эти аутоиммунные дела. И много, много людей. А все это каталка иммунных. Потому что когда все развернулось. Уже сформировались клетки памяти, кого-то антигеном. Уже этот процесс просто так не останавливается. Ну, и инфекции, которые никто нещет. Мы знаем, что... Ну, понятно, у нас есть в стандарте сиферы с ВИЧ, там гепатитой ВС. Это мы делаем в стандартах. Да, что-то там посмотрели, видели. Но. Бывают хронические бролиозы. А у нас сидит рядом, в которых все это есть у пациентов. Спокойненько живут с хроническим бролиозом, а лечатся от чего-то другого. Надо смотреть. Вот острые симптомы, понятно, имеют глицеполит, глицеполит. А хронические. У меня, наверное, ускорит. Вот, наверное. Чуть заметно. Пишут, обычно, как сосудистые. А делаешь и моноблод. Говорю, я узнаю. Хочешь прям христищенную картинку. Хоксоплазма часто вызывает картинку вторичного аппетита с полипидным синдромом устрамблода. Но хоксоплазма, опять, как у всех есть моноблоды. Это такой контроль над системой. Правый вирус В-19. Он лидит пациентов с опухолевой патологией. Он же вызывает аутоименецеппинги часто. Он ходит с низкими лейкоцитами, болезненные. Мышцы болят, артриты. Может, это артриты похожи на травматоидную клиническую картинку. А там нужна, наоборот, иммуносупрессивная артрита. Ну, понятно, у детей он будет вызывать локсическую картинку. Но у взрослых, наверное, когда они не имеют. Гепатиты G и ТТ могут быть источником, например. Они не вызывают, собственно, гепатиты G. Гепатит может вызывать на двух недель или за неделю. Но он может вызывать аутоименецепатия, аутоименецепатия. Слюниев субтралитет и тревога боли не имеют. На картинку вообще системного воспаления с высокими гепатитами. Лечится препаратами аутоименецепатия ЦРАНО быстро. А ТТ вызывает холометр. Возможно, фанкариотизм. Тоже усталость. Тоже высокие выражения АШКИ. Право воспалительных аутоименецепатий. Ну, люди из Кавказа бактериоз привозят из Юлии в Сибири. А сибиряки часто ходят с вялотекущим плечами аутоименецепатитами. Потому что приедут переболят незаметно. Ставят сосудовую педоспалопатию. А это аутоименецепатит. Ну, хронический кишечный инферцит показал. Ну, и последнее в рейтинге таких вот провоспалительных находок Это провоспалительное питание. Когда весь распалительный ответ на микробиоты, пищевые антиген, человек чего-то не переносит. Невязательно аллергическое гиперчутствие. Друга, или же я последовала. Ухажите сейчас. Растет кишечный микробиот, избыточное на слишком углеводное питание. Иммунная система постоянно вынуждена загнивать и начать в кишках. Ограничивает. Нутрикционный делой – это такой синдром протекающего кишечника. Когда у вас повышенная кишечная кондициальность. Это немножко правда. Да, потому что мы у этих пациентов часто видим действительно повреждение, исполнительное повреждение сельского слоя. И в этом случае повышенное предъявление антигенов микробиот, имеющие по гороцентам кишечной грибров к углеводам, и, естественно, иммунную систему. Заставляя постоянную антигенцию воспалить, воспалить привычку от человека системного. И вот эта история самопотевания их судака в прямой кишке – это частая находка, которая, к сожалению, на ноте не описывает, при полиционном осмотре не видно. Это, кстати, часто сопровождается мощным, даже его синдромом в тазу, или человек появился поясница, болит. Вот у меня остеохондроз, массажик получает. О том, что ты совершенно третий. И, конечно, будет олимпольная фильтрация кишки. Примископия может выглядеть абсолютно нормально, потому что ты там уже во внутренних слоях, пока ногу локалитом не развернется, будет понятно. А это вот ИГГ-4 с пищевым не себе. Вот это мой тест. Понятно, что если мы что-то постоянное едим, и иммунная система не толерантна, то будет избыток антитет ИГГ, и будет воспалительный сигнал в ответ на приобретение этих компонентов. Не трудно посмотреть это пациенту и предложить ему антигенную разгрузку. Заодно, возможно, снять ему вопросы с этими самыми положениями.